Днем в дежурную часть Управления Министерства внутренних дел России по городу Севастополю поступило сообщение от 70-летнего севастопольца, который сообщил, что стал жертвой грабителей. На место происшествия выехала группа задержания Управления вневедомственной охраны полиции. Потерпевший рассказал правоохранителям, что час назад он приобрел новый телевизор и на остановке общественного транспорта ожидал троллейбус. К нему подошли трое неизвестных. Один пересел ко мне так боком, сорок стороной, а то и так. Схватил телевизор, а то от него тоже поднялся, только побежал на одну тропинку, а то и в кусты эту тропинку. Я не могу, что же я могу, я не могу ходить. Острадавший подробно описал приметы злоумышленников. Полицейские обследовали территорию, прилегающую к месту совершения преступления. При отработке частного сектора были выявлены граждане, подходящие по приметам, что дал потерпевшим. После чего потерпевший опознал этих людей, был вызван на ряд ссок. Сначала злоумышленники поясняли сотрудникам полиции, что ничего не совершали, и произошла нелепая ошибка. Я сказал, если я виноват, я отвечал. Ну, так как я не виноват, это жирный синдром образования. Однако улики свидетельствовали об обратном. Судили, выпивали. Я думал, что было в голову, прася, где-то купили. Вот, подошли, набрали. И все, надеюсь. Злоумышленники были доставлены в полицию. Было установлено, что все трое не имели постоянной работы, перебивались случайными заработками на стройках. Все они ранее были неоднократно судимы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Потерпевший опознал обидчиков и свой телевизор. Похищенное имущество ему возвращено. Дедушка поблагодарил сотрудников полиции за оперативность в задержании злоумышленников. Если так сказать, я не имел надежды же. Но молодцы ребята. Спасибо им. Так как мне это пришлось купить, я занял людей деньги. То спасибо им. Спасибо.